Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова К этому городу вполне можно применить эпитет «Самый», который только подчеркнет суровость этого края. Норильск является одним из самых загрязненных городов мира, а в 2010 году признан самым загрязненным городом России. Содержание загрязняющих веществ в атмосфере Норильска редко бывает ниже 5 ПДК, доходя до 28, а по некоторым показателям и до 100 ПДК. Норильский комбинат – самый крупный производитель некоторых цветных металлов. Почти весь никель, кобальт, а также более половины меди в России добывается именно здесь. Норильск – самый северный город с населением более 100 тысяч человек. Это один из наиболее холодных городов мира. Норильск входит в пятерку самых ветреных населенных пунктов мира. Для борьбы с ветром Норильские кварталы строили с замкнутым контуром, с минимальным числом площадей и узкими разрывами между домами. Благодаря этому получалось снижать скорость ветра. Местный климат по жесткости уступает только антарктическому. Фасады и крыши заполярных домов отличаются ровными линиями и простыми профилями. Это служит профилактике снежных заносов. Мы решили побродить по Норильску, посмотреть, чем живет норильский народ. Вот за моей спиной дом, который стоит лицом к местному роддому. Он весь исписан поздравительными открытками. Оля, спасибо за льва и все остальное. И вот еще очень колоритные там две вывески, которые висят рядом. Это, видимо, зимняя и летняя. Зимняя написана «Осторожно, сосули», а летняя – «Осторожно, обрушение фасада». Поэтому не хватает еще третий. «Осторожно» – это сторона улицы, особенно опасно при от обстрелях. Норильск в современном виде начал строиться с 1953 года на вечной мерзлоте. Время показало, что практически вся часть старого города и здания сталинской архитектуры стали непригодными для жилья. Из-за повышения температуры грунтов под фундаментами зданий уровень вечной мерзлоты стал опускаться. Из-за этого стали появляться трещины в конструкциях, происходит неравномерное проседание зданий и разрушение фундаментов. Несмотря на природные и антропогенные катаклизмы, местные жители полны оптимизма и творческих порывов. Короткий, простой вопрос. За что вы любите свой город? За то, что он не такой, как все. Чем-то он необычный, не знаю. Чем, например? Притягивать людей обратно. Сколько знакомых уезжали в Питер и все равно возвращались сюда. Вот чем-то он все-таки притягивает. А чем он будет заниматься в этом городе? Вот. Творчество. Вы, грубо говоря, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отличная погода! Норильск плюс два. В Москве плюс 36. Мы приехали к воде. На воздушных подушках мы пытаемся за 5-6 часов добраться до точки нашего значения. Озеро Накомякин. Где и пройдет. Где будет наш базовый лагерь. Откуда мы будем разведывать те места, где еще не вступала нога подводного охотника. Чем хорош август? Август хорош тем, что растаял лед. Лед здесь растаял в начале июля. Поэтому целый месяц здесь нет уже льда. Это означает, что вода жидкая и в ней можно нырять. Погода, которая кажется на первый взгляд не очень хорошей, плюс 5 дождь и ветер, на самом деле для местных очень хорошая. Потому что нету комара, нет мошки. Поэтому нет худа без добра. Конечно, хочется, чтобы вышло солнышко, чтобы под водой была хорошая картинка. Но будем снимать тех условий, которые есть. В общем, за неделю мы должны исследовать подводный мир Платопутарана по максимуму. Впервые человек погрузится в воду Платопутарана. А Платопутарана для всех людей, которые связаны с рыбалкой, вызывает трепет и восторг. Это каменная плата, которая возвышается над таймырской тундрой, в которой текут реки, озера, где живет удивительная рыба. До сих пор там водится таймень. Может быть, даже мы его встретим. Если мы протопщим эту тропу, за нами пойдут остальные и будут исследовать этот удивительный кусок нашей страны. Впервые я поеду на суде на воздушной подушке. Это лучший вариант для прохождения перекатов, каких-то мест, где на катере не пройти, пешком не проехать. Воздушная подушка выручает нас. Посмотрим, как она в деле. Опа! Если сзади у лодки вентилятор, пропеллер, это не значит, что это судно на воздушной подушке. Потому что мы-то думали, что если сзади вентилятор, то это судно на воздушной подушке. Оказывается, если есть большая юбка, куда подается вторым вентилятором поток воздуха, и судно парит над поверхностью воды, это называется судно на воздушной подушке. В данном случае это лодка надувная, у которой есть сзади вентилятор. И которая плывет по воде, но движется за счет вентилятора. То есть вместо мотора вентилятор. Но едет она по поверхности воды. Поэтому это правильно называется аэролодка. Внутри аэролодка выглядит, как космический корабль. Сколько здесь хитрых узлов управления, где воздух, видимо, проходит по каким-то каналам. Вот, и все эти рычаги управляются. Одних тумблеров здесь штук 15. Как на самолете. Прогрели, закрылки выпустили, подали давление. Насколько я понимаю, мы на аэролодке должны дойти до перекатной части. И там люди, которые за нами на катере, они будут в два прихода. Сначала нас на аэролодке забросят, потом за ними вернутся. То есть смысл в том, что есть участок, который невозможен для прохождения обычных судов. И, видимо, это и делает те озера, куда мы едем, на Камякины собачьи, заповедными и прекрасными. Потому что просто так туда не попасть. Либо вертолет, либо аэролодка. Может быть, либо пешком. Но далеко. Настоящие пилоты всегда одевают настоящие наушники. На голову. О, я ничего не слышу. Говорите громче. Поехали. Заводим пропеллеры. Такой длинный маршрут пройти без остановок невозможно. По дороге обязательно надо заправить баки. Ведь лодки, на которых мы идем, сложно назвать экономичными. Водометный двигатель, как известно, потребляет бензина на 25% больше, чем подвесной мотор. А вот расход аэролодки еще выше. Выглянуло солнце, и настроение немножко улучшилось. Первая остановка. Проехали четверть пути 40 километров по воде. Но пока особых сложностей не было, приехали к острову. Для того, чтобы передохнуть и двигаться дальше. Красиво. Уже за нами, уже близко видны горы. Горная часть Платы Путорана. Туда мы, в принципе, движемся. Погода. Дождь перестал. Где-то плюс 5-7. Прозрачность появляется в реке. Жизнь налаживается. Но дальше мы будем двигаться все выше и выше, поднимаясь по протокам в горную часть Платы Путорана. Самое интересное нас ждет в самом конце пути. Видимо, это будет самый сложный участок с подъемом, с перекатами. Чем дальше мы продвигаемся в сторону Платы, тем меньше людей. Остановились на острове и взобрались на холм, чтобы оглядеться вокруг окрестностей. И посмотреть, что такое природа Таймыра. Еще буквально месяц назад все было во льду, в снегу. А скоро опять, через пару недель, пойдет первый снег. Вот растут великолепные северные цветочки. Зацвел мох. Тишина, природа, простор. Много воды. Вода становится все более и более прозрачной. Когда мы будем двигаться вверх к горам, я думаю, что мы встретим совсем хорошую воду. Ну что, давайте поехали дальше. В северной части Восточной Сибири находится одно из красивейших мест земного шара. Оно загадочное и безлюдное. Его часто называют «затерянным миром». Это край десяти тысяч озер и тысячи водопадов. Плато Путорана. Величественная страна прозрачных рек, хрустальных водопадов, падающих со склонов столовых гор. Край не похожий ни на какой другой. Край озер и ущелья, камни и снега, на фоне которого светятся краски северных цветов. Плато Путорана. Одно из самых малоизученных и мало посещаемых мест не только в России, но и в мире. Здесь есть места, где до сих пор не ступала нога человека. Площадь Плато составляет более 250 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо по площади с Великобританией. Коренные жители Эвенки называют эту местность Путораны страной озер с крутыми берегами. Около 300 миллионов лет назад на северо-западе Среднесибирской платформы в земной коре образовались трещины, через которые стала изливаться лава и растекаться на большой территории. Каждый вновь застывший слой заливался следующей порцией извержений. Таких циклов насчитывается свыше двух десятков. Застывшая лава образовала слоеный пирог триасовых базальтов. Этот пирог впоследствии вспучился внутренними силами земли над окружающей поверхностью до уровня 1700 метров. Высшая точка района – гора Камень, 1701 метр. По трещинам раскола заложились гигантские каньонообразные долины. Чередование трудновыветривающихся диабазов и легко разрушаемых туфов и песчаников создало ступенчатый профиль склонов и долин, которые называются сибирскими трапами. Пожалуй, нигде более слово «трапы» в переводе со шведского «лестница» так не соответствует своему названию, как на плато Путорана. В мире нет другой столь возвышенной провинции, которая могла бы сравниться по количеству и глубине озер с Путоранской. Здесь сосредоточено значительное число самых глубоких и длинных озер Сибири, если не считать Байкала и Телецкого озера. Озера занимают около 10% всей площади плато Путорана. Их более 25 тысяч. Самые длинные, до 150 километров, и глубокие, до 400 метров, озера возникли в крупных базальтовых трещинах. Глубина большинства озер в западной части Путорана на 50-300 метров ниже уровня моря. Вместе взятые Путоранские озера образуют второй по объему поверхностный резервуар пресной воды в России после Байкала. Полпути нам на Камяке осталось, и мы будем подниматься все выше и выше на плато Путорана. Прозрачность воды улучшается с каждым километром. Померили температуру плюс 10. Отличная, кайфовая температура. Может быть, там, где повыше в горах, будет поменьше. Движемся дальше и будем смотреть, что происходит здесь. Все озера на плато проточные, то есть со сравнительно быстрым водообменом. Это одна из причин малой минерализации вод от 10 до 40 миллиграмм на литр. По сути, это дождевая вода, как по чистоте, так и по вкусу. Даже вода знаменитого Байкала имеет минерализацию около 130 миллиграмм на литр. Но цвет воды Путоранских озер, в отличие от Байкальской, желтовато-буроватый из-за почвенно-железисто-алюминиево-титановых соединений. Уже ближе к ночи мы подошли к самому сложному участку. Здесь можно пройти только на аэролодке. До конечной точки пришлось забрасываться несколькими партиями. Только к часу ночи наша группа пришла на озеро Накомикен. Следующий день был ветреным, холодным и дождливым. Ветер, который дул вдоль 40-километрового озера, разгонял большие волны на открытом пространстве. База расположена в глубоком заливе озера, поэтому сюда доносились лишь отголоски штормовых волн. Первую разведочную охоту, по совету нашего гида, решили провести недалеко от базы, в устье небольшого ручья, впадающего в озеро всего в нескольких километрах от базы. Очень удобно, когда можно одеть гидрокостюм в теплой бане прямо на базе. Да и после дневной охоты раздеваться и греться куда приятнее в теплом помещении, нежели прямо на улице. До места идти всего несколько километров. Как и предполагали, на озере раздуло приличную волну. Через 10 минут заходим в соседнюю бухту, где волнение чувствуется не так сильно. Олег сразу решил пройти по глубине и проверить свалы в озеро на предмет обитающих там рыб. Вода в озере оказалась не такой уж и прозрачной. Температура воды около 10 градусов. Интересно, что до глубины 15 метров термоклина никто не обнаружил. Может быть, он был еще глубже, но это уже не важно. Очень скоро стало понятно, что искать здесь рыбу не имеет смысла. Вся рыба держалась практически около поверхности в месте впадения ручья в озеро. Здесь гуляли некрупные сибирские хариусы и разные виды сегов. В этом месте мы должны были адаптироваться к условиям охоты, пристрелять ружья, проверить, хорошо ли мы подготовились с точки зрения неопрена и попытаться понять, как живет водоем. Гидроологическая обстановка оказалась следующая. Чистая прозрачная вода впадает в более мутное озеро. Вода в ручье практически стеклянной прозрачности. Вода в озере в зависимости от ветра и дождя колеблется между тремя и шестью метрами прозрака. Взяв несколько хвостов на ужин, решили на сегодня охоту закончить. Усталость брала свое. Сказывалась длинная дорога и большая разница во времени с московским часовым поясом. На дворе 10 августа мы вернулись с нашей первой тестовой охоты на оплату Путорана. Никто толком не знал, что будет под водой, поэтому задача была просто нырнуть, проверить снаряжение, попытаться найти рыбу и что-то сделать. Наш замечательный егерь Анатолий предложил разведать место, где ручей впадает в озеро, на котором мы находимся, на Камикен, оно называется. Потому что все же знают, что в больших озерах можно рыбу искать только там, где есть какое-то движение воды. Там, где втекают реки, ручьи. В общем, там мы все и выгрузились в воду и попытались искать рыбу. Рыбу мы нашли достаточно быстро. Это была стая Хариуса и Сега. Хариуса больше, Сега меньше, которая стояла в месте, где воду ручья, впадая в озеро, образует резкий свал с течением. В общем, где мы и пытались что-то делать. Я стрелял сегодня из замечательного пневмата. Омер Аэробалет, длина 80 сантиметров. Я могу сказать, что у меня был опыт охоты с ним в других местах, но сегодня это была просто песня. Как вы видите, вся рыба, которую мы сегодня добыли, это такие относительно некрупные Хариусы, вот такого примерно размера. Вот этот самый крупный, пожалуй. Вот. И все Хариусы, они биты либо в голову, либо под голову. Вот. Видно, что в мясо не убит ни один Хариус. Какие-то Хариусы подпускали ближе. По каким-то стрельба шла с дальних дистанций. Максимум, я думаю, что метров с четырех сегодня я попал в рыбу. Были, конечно, и промахи, но попаданий было существенно больше. Так как попадания шли близко к голове, в общем, схода практически не было. Сегодня вода была от плюс 6 до плюс, наверное, 10 градусов, да? Вот. У всех все в порядке. Вот. Я думаю, что сейчас Олег расскажет о том, как сегодня прошла его охота, с чем он ожидал столкнуться, с чем он столкнулся, как дело было. Хочу поделиться впечатлениями от первого тестового такого разведочного дня охоты, который происходит на озере Накомякин, который располагается на платоку Тарана. Известная такой очень эльдорадо для рыбаков. И мы, наверное, чуть ли не первые подводные охотники, которые сюда добрались. Сегодня, в общем-то, такие мы были немножко усталые после долгого перелета, относительно короткого такого нервного сна. Поэтому решили особо не сжечь по глубине, поискать рыбу, в общем-то, на каких-то свалах. Мы вышли в зону, где небольшой Таёжный ручей впадает в море, в озеро. Значит, по температуре получается как? В месте падения ручья, потому что вода вся талая, на горах лежит снег до сих пор, как вы можете видеть, температура воды 6 градусов. Чуть-чуть подальше в озеро температура может подниматься достаточно резко до 10 градусов. По глубинам. Ну, я нашел глубину здесь где-то 10-11 метров, нырял, туда лежал, рыбы не видел. На 8 метрах на меня выскочил какой-то один сик случайный, залетный такой, но он был на границе видимости, я, в общем-то, не хотел оставлять подранка, поэтому не стрелял. Всю рыбу Хариуса мы нашли буквально уже под самым берегом, относительно пологий берег. И Хариус, он шел по бровке, по свалу глубин. Первую стаю мы встретили на свале где-то, наверное, от метра на 4 метра. Был такой перепадик, песок под мыло водой, Хариус ходил там. И потом уже залезли совсем на мель, где Хариус ходил на небольшой промоинке такой, ну, там как-то свалом это назвать язык не поворачивается. Наверное, где-то от глубины сантиметров в 20 на где-то сантиметров на 50. Была небольшая промоинка, и там ходила стая. Прозрачность воды где-то порядка 4 метров. В воду взяли мы с тобой относительно длинные пневматы. Это был там аэрбалет, омер аэрбалет 80 сантиметров с тонким гарпуном семеркой. Ну, в принципе, Хариус подпускал настолько близко. Если ты лежишь, если ты лежишь долгое время и не двигаешься, он выходит настолько близко, что его можно буквально трогать гарпуном. По снаряжению, ну, я взял с собой карбоновые ласты, можно было этого не делать, потому что, повторюсь, больших глубин нет. Ну, и плюс там пластиковые ласты, полистироловые, амерстин грей. Вот, по костюмам. Ну, кто-то ныряет в семерках. Я лично все-таки не очень люблю жесткие костюмы, поэтому я взял споросабовские штаны G55 6,5 миллиметров и куртку споросаб G55 G 8,5 миллиметров. Носки перчатки 5 миллиметров, ощущал себя абсолютно комфортно. Ну, может, под конец охоты чуть-чуть подмерзла правая рука, потому что ты держишь ружье в правой руке, немножко начинает оно подмерзать. Вот, охота достаточно увлекательная, но хотелось бы все-таки понырять побольше как-то. И я искренне надеюсь на то, что завтра, в принципе, мы перейдем в какое-то другое место, просто немножко пораньше встанем, привыкнем к тому, что здесь другой часовой пояс. Здесь время на 4 часа переезжает Московского, восточнее. Постараемся понырять, поискать гальсама, может быть, щуку. По рыбе, по видовому разнообразию, это хариус. Хариус немножечко разный. Покажем, чем отличается. Вот это хариус. Да, потому что вот это... Это хариус, которого ничем не перепутаешь, потому что это микропарусник. Вот сик. Сик. Чем отличается? Он более прогонистый. И вот у него совсем короткий, как у головля, такой вертикальный верхний плавник. Они, эти сики, они ходили вместе с хариусами и также ходили отдельно. Поэтому сегодня такая хариусово-сиговая охота. Но я хочу добавить, что сегодняшняя охота, это охота для, скажем так, любой подготовленности подводного охотника. Не надо было глубоко нырять, нужно было уметь стрелять, нужно было уметь как-то двигаться под водой. То есть, если вы окажетесь случайно в этих местах, как минимум, такая охота будет вам абсолютно по силам. Не нужно ходить на огромные ямы, течения. Очень спокойная, комфортная охота. Рыба очень вкусная, поэтому, в общем, никаких проблем нет. Параллельно мы с Андреем Щукиным, когда Олег продолжал выслеживать хариуса, сместились немножко подальше от места впадения, потому что нам сказали, что там есть заросшая подводная поляна. И действительно, мы нашли рдесты красивые, мы нашли прямо вот чисто щучьи места. И ребята сказали, что там щуку ловят спиннингисты, и, в общем, это хорошая точка. Но, видимо, то ли погода, то ли еще что-то, мы пропахали весь этот рдест. Выскакивали небольшие сеги, ни одной щуки и ни одного окуня, что характерно. Вот, потому что ребята рассказывают, что три года назад с большим разливом в это озеро попал окунь и расплодился в большом количестве. Но сегодня не было ни одного окуня. Поэтому сегодня у нас была чисто северная рыба, без окуня, без щуки. Завтра наша цель проверить глубокое впадение реки, которая находится за 18 километров от нашей базы, где мы должны найти, по идее, гольца, потому что это самый интересный трофей в этих местах. Рыба, которая вырастает, ну, в среднем 3-4, может быть, и, честно, больше. Надеемся, что видовой состав завтра будет другой. Вот, мы посмотрим, как ведет себя другая рыба в этих местах. Пока все нравится, и видите, что самое замечательное, опять практически нет комара, что не может не радовать. Пока окончательно не стемнело, надо почистить рыбу и приготовить себе рыбный ужин из первых добытых хариусов в этом озере. КОНЕЦ Вот мы находимся примерно вот тут Замечательный момент, когда ты переоделся в сухое белье, почистил рыбу, сейчас мы ее будем жарить Есть несколько тактик, как можно разобраться с замечательной рыбой хариус Это сделать малосол, что проще всего Можно ее закоптить, но нам кажется, что вкуснее всего просто ее пожарить Поэтому мы ее почистили, сейчас мы ее помоем высушим полотенцем сухим И просто на подсолнечном масле с солью пожарим свежего хариуса на сковородке Из-за этого будем варить луку, в том числе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сибирский хариус образует в регионе уникальные местные формы Положение которых в систематике учеными до сих пор не выяснено Сибирский хариус представитель отряда лососяобразных Встречается практически по всему Енисею Это одна из самых красивых рыб Его нельзя спутать ни с одной другой рыбой из-за огромного спинного плавника Окрашенного в густой фиолетово-багряный цвет с яркими пятнами Окраска хариуса яркая Особенно в период размножения Сильно варьирует в зависимости от возраста Место обитания, степени освещенности, температуры воды, характера водоема и ряда других факторов Хариус достигает массы до 1 килограмма Но в среднем это особи 300-400 граммовые При длине тела 50 сантиметров Хариус любит жить в быстротекущих реках с чистой холодной водой Предпочитает преимущественно участки реки, где ямы чередуются с перекатами Обычно держатся небольшими стайками Главным образом за перекатами Или перед порожистым участком реки с каменистым или песчаным дном В озерах хариус капливается в местах впадения ручьев или речек В зависимости от глубины впадающего ручья Он может стоять как прямо под сливом на глубине в несколько сантиметров А может ходить вдоль свала в озеро Выслеживая все, что выносит ручей из тайги А если позволяет глубина, может заходить далеко в реку и возвращаться обратно в озеро Невозможно встретить сибирского хариуса в заводях, заливах, старицах, где нет течения или оно слабое Избегает мест, заросшие водной растительностью У каждой рыбы имеется свой охотничий участок Куда она старается не подпускать своих собратьев Хариус – оседлая рыба Оставляет свои излюбленные места охоты только на время размножения и зимовки На зиму хариус уходит на более глубокие места, где в течение зимы активно питается Питается он разнообразной пищей Потребляет наземных и водных беспозвоночных, водоросли Может хищничать, поедая мелкую рыбу и икру других рыб Предпочитает червей, ручейников, поденок и стрекоз Излюбленной пищей хариуса являются летающие и падающие в воду комары, слепни, мухи-мошкара У молодей хариуса длиной менее 5 см в пищевом рационе воздушный корм составляет до 70%, а зоопланктон – всего 1,5% Половой зрелости хариус достигает на втором или третьем году жизни Озерный хариус мечет икру в озере, либо выходит в реки, впадающие в это озеро Речной хариус поднимается в верховье мелких рек и ручьев, где откладывает икру Не рестится хариус вскоре после ледохода, при температуре воды 5-11 градусов тепла Утро нового дня так и не принесло нам долгожданное улучшение погоды Те же тучи, противный дождь и, самое главное, ветер Над нами висит устойчивый, сформировавшийся над артическими частями нашей страны циклон Он сместился на отплату Путорана, низкая облачность, максимальная влажность Самое плохое в дожде для нас – это то, что мало света для съемки под водой Мне кажется, что особенно прозрачность воды он подействовать не должен Будем продолжать наслаждаться подводным миром этого прекрасного уголка страны Ветер вновь спутал нам планы Мы опять не пошли на дальний кордон, а двинулись на другой ручей к противоположному берегу озера Мы с Анатолием, с нашим замечательным гидом решили разведать такой речка-ручей Впадающий в озеро Накамикен, в левой части этого озера Что было приятно, что было не жарко Везде вода плюс 10-11, там было 5-6 Потому что вода ручьевая, тремя рукавами впадала в озеро, охлаждая ее до температуры ручья Сейчас мы покажем вам, что находится в этом волшебном мешке добычи нашего дня Во-первых, могу сказать, что приятно, что сегодня хариус уже существенно крупнее Вот такие замечательные темные хариусики Как можно заметить, опять битые в голову Потому что продолжаем стрелять из эрбалета, из парасаба One Air Я сегодня с парасаб взял в руки Понравился мне он тоже очень сильно Вот и, значит, какая была охота Охота, походу, здесь везде приблизительно одинаковая Ручей впадает в озеро на маленькой глубине И тут же начинается свал в глубину На глубине, как выяснилось, кто-то живет Потому что Олег нашел там реликтового налима Значит, не надо удивляться, что он такой маленький Потому что это первый налим, который мы встретим Расскажи, Олег, про встречу с налимом Все просто на самом деле Дул основной рукав ручья Очень-очень холодная вода, чистая Видимо, она тащит с собой камни Сразу от берега свал И как-то по краям песочек И каменистый такой, как русло резко понижающееся Я нырнул, наверное, метров на 8 Точно не помню И было два камушка, ветка какая-то сверху И он стоял под камнями Но причем он не стоял, просто он приткнулся Но так тихонечко плыл, оставаясь на месте Я очень долго прилаживался, как к нему выстрелить Чтобы не загубить гарпун от арбалета От своего там ударом в камень Ну, как-то получилось Вот, собственно говоря, все С хорьками, еще раз, какая обстановка Значит, в итоге нырять за ними на свал Или как-то там вылеживать на глубине Нет никакого смысла Тактика очень простая Увидели, что где-то здесь крутятся хорьки Просто залежка с поверхности воды Лежать и ждать В Плюс 6 это особенно приятно Не двигаться, ждать Вот Прозрачность сегодня была за счет дождя Очень небольшая Метра 2-3 И вот хорьки Вылетают из мути Опять входят в муть И в принципе, если ты лежишь Он так поплавав-поплавав В итоге к тебе подходит на дистанцию выстрела И дальше надо попасть ближе к голове, чтобы он не сошел Удивительная встреча сегодня у меня состоялась с редкой для этих мест Как мы пока выяснили рыбой Рыба называется щука Дело было так Вот такая, кстати говоря, щука Наверное, душничек, я думаю Да, такой? Я думаю, два с полу скорее Два с полу даже, да Значит, вот видите, тоже выстрел четко вообще в голову То есть она даже не дернулась Выстрел в голову Дело было так Выслеживаю я хариуса Вывожу, вывожу, увожу, увожу, увожу Думаю, пора стрелять И тут встречным курсом На заднем плане Они так расходящиеся Уплывает щука Хариусы у нас уже были Поэтому я решил, что надо обязательно застрелить щуку Для того, чтобы просто доказать, что здесь они есть Тем более, так как она питается хариусом Наверное, она вкусная Значит, как здесь ведут себя щуки Она не стояла в корягах Которых там было очень много, кстати говоря Она нигде там не пыталась вести засадный образ жизни Она как барракуда Плавала вдоль свала В надежде заточить вкусного хариуса Встретился ей сегодня я Особенно больших каких-то хариусов или рыб Мы сегодня не встретили Потому что погода была мрачная Прозрачности никакой И такой ручеек, в принципе, наверное Не самый такой для рыбы подходящий Потому что туда рыбе сложно пройти наверх Завтра мы хотим посетить большую речку Которая впадает в самый дальний конец На комикена Но и вот там, я думаю, что у нас будет как раз погоня За большими рыбами За гольцами и за всем прочим Практически не замерзли сегодня Так чуть-чуть Жгли костер Сейчас мы этих хариусов будем печь на костре Потому что при помощи Олега Мы вычислили, что нет смысла их чистить и жарить Их надо просто на шампурах На костре готовить Солю натираем и просто готовим Потому что так гораздо вкуснее Сок остается Опять не пришла лодка, которая должна была прийти Еще пять дней назад Поэтому мы продолжаем вести Трезвый, безалкогольный образ жизни Только спорт Только подводная охота Ничего лишнего Это к чему я говорю Если вдруг вы едете сюда и думаете А, какая-нибудь лодочка На следующий день вам привезет что-нибудь вкусное Не надо быть таким беззаботным Возьмите вкуснятину с собой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Смотрите, очень сложное блюдо Понадобится длинный Вытянутый кусок железа Подойдет в шампур Рыба Лучше хариус Соль Костер Плата Путорана Хорошее настроение Сейчас будем его печь Печь и есть Из щуки и налима будем делать уху Сейчас вот так вот мы их нашпигуем Натрем солью Хариусов специально брали небольших Чтобы они хорошо пропекались Мерных брали хариусов 400-600 грамм Оптимальный размер, чтобы и пропекся хариус И чтобы было что покушать Больше не надо И меньше не надо Вот поэтому Вот щука может быть любая Она для ухи Налим может быть тоже крупнее Видите, как эргономично выглядит Вот так вот он плывет Так вот он плывет Вот тут охотник Так вот И вот выходит, выходит, выходит Выходит на цель И в голову Вот так вот видите Сейчас мы их Обильно Посолим Соли жалеть не надо Соли жалеть не надо Запах Офигенный Сейчас вот эту вот мы Кожуру Все аккуратно снимем И будем есть Вот это вот Пропеченное Нежное мясо Мы об этом уже писали В нашем журнале В чем уникальная особенность Подводного охотника В современной реальности Это то, что он способен добыть Настоящую Экологическую чистую Негенно модифицированную рыбу Обычный человек, который покупает ее в супермаркете К сожалению, лишен этой возможности Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье Себе и вашим близким Идите под воду И добывайте чистые виды рыб Для своей семьи Сейчас я расскажу вам о снаряжении Которое мы после долгих раздумий Решили взять с собой На этот уединенный водоем Для того, чтобы попытать счастье В поисках Ну, различных эндемичных видов рыб Нашей основной задачей был Голец Здешний По слухам достаточно крупный Может быть, поискать тайменя И ходили слухи О каком-то там налиме Там глубоководном Который растет До 8-12 килограмм Про гольца была идея То, что он ходит на неглубоких Каких-то участках По бровке На свале глубин Там практически Там от полуметра До приличных каких-то глубин Нальем, соответственно, рыба глубоководная Протайменя мало чем понятно Вроде тот тоже должен быть неглубокий Температура воды, повторюсь Колеблется от 11 градусов До 3-4 градуса В зависимости от того На каком участке акватории В данный момент мы решаем охотиться На основном зеркале Вода все-таки хоть чуть-чуть Успела прогреться За короткое северное лето И может подниматься до 11 градусов Повторюсь В самых уловистых местах Где в озеро В это глубокое тектоническое озеро Впадают горные реки Которые, в общем-то, несут с собой талую воду Как можно видеть На горах до сих пор лежит снег Да, он и выпал недавно В очередной раз Температура воды может опускаться до 3 градусов И вода может быть очень прозрачная Начнем с гидрокостюмов Зеркало приличное Идти по воде достаточно долго Возможно охота на течениях И так далее Поэтому костюм должен быть таким Костюм должен быть А, теплым Костюм должен быть максимально эластичным То есть не стеснять движения Ну и в принципе костюм должен Если будет долгая охота с поверхности воды Он должен все-таки стараться Ну, не парить Ну, то есть очень быстро высыхать Поэтому было принято решение Отказаться от костюмов Дублированных, сверху дублированных нейлоном И походиться в так называемых Гладких костюмах Ну, многие, наверное, слышали про такие костюмы Которые состоят только из неопрена У которых практически отсутствуют нейлоновые участки Которые расположены только на каких-то местах Которые подвергаются наибольшему износу В данном случае конкретно я охочусь Вот в таком костюме Это гидрокостюм с парасап G55 Я взял с собой штаны Короткие, естественно, чтобы Во-первых, длинные штаны с лямками Они все-таки мешают дышать Потому что создается двойной слой неопрена Во-вторых, короткие штаны удобны тем Что когда ты долгое время ныряешь в холодной воде Организм быстро достаточно сжигает энергию Перерабатывая подкожный жир на АТФ Одинозин-трифосорную кислоту и воду И вода должна выводиться вместе Я извиняюсь, с мочой Поэтому периодически надо делать Исполнять, выполнять малую нужду Поэтому, как бы, если костюм без лямок Все просто, куртку расстегнул Штанишки подвернул и все удобно Вот, как мы видим, эти штаны сделаны Из очень эластичного неопрена Достаточно теплого Толщиной 7 миллиметров Производитель заявляет 6,5 И участки, колени И паховая область, где у нас крепится ластовица От которой мы застегиваем куртку Они усилены нейлоном Ну, не нейлоном, а точнее лайкрей Далее, куртка Куртка тот же самый G55 Но куртку я взял толщиной 8,5 миллиметров Вот, почему я взял такую куртку? Потому что все-таки охлаждение идет Преимущественно со стороны спины То есть того участка тела, который торчит на поверхность Потому что в этом месте как раз достаточно большая площадь куртки Куртка начинает парить И, в общем-то, очень сильно отбирает тепло Поэтому, когда вы ныряете в холодной воде И долгое время охотитесь с поверхностью Можно, в общем-то, комбинировать Одевать штаны потоньше, куртку потолще Куртка, опять-таки, из головы неопрена Видим, да? Очень мягкая, очень эластичная Теплая И участки подвержены износу Такие, как локтевые сгибы Такие, как паховая область Опять-таки, непосредственно ластовятся Они усилены нейлоном Ну и учитывая, что все-таки итальянцы Они преимущественно морские охотники Они привыкли в охоте использовать арбалеты Арбалеты, они заряжаются с упором в грудь На груди есть так называемая фрикционная накладка Которая уменьшает ощущение дискомфорта Который мы получаем Заряжает длинный морской арбалет с упором в грудь Вот такая вот курточка моя любимая Очень мне нравится, очень мне в ней тепло Ну и опять-таки, когда ты долгое время вынужден перемещаться на лодке В такой куртке, гладкая куртка Моментально высыхает Вода с нее скатывается То есть, как говорится, она имеет гидрофобные свойства Ну, гидровода Фобос не любить, ненавидеть Она отталкивает воду Поэтому, в общем-то, она не парит И в ней чувствуешь себя очень тепло Носки-перчатки Основная потеря тепла Все-таки она идет через большие площади Где расположены крупные кровеносные сосуды Все-таки это тело, это ноги, это руки Ступни и кисти рук, они намного менее мерзлявы Перчатки и носки я использую 5 мм Амеровские, из новой серии Амер Спайдер Как можно видеть, их основным отличием является то, что Ну, во-первых, они, конечно же, очень эластичные Потому что тоже это мягкий неопрен Покрытый лайкрой Они нейлоном И каждый шовчик, он проклеен И дополнительно усилен, и герметизирован Особой такой нейлоновой лентой Вот я в этих перчатках охочусь достаточно давно Вот так вот они выглядят, в общем-то, до сих пор Перчатка очень надежная Не пускает воду под руку Соответственно, в общем-то, циркуляция воды отсутствует И практически отсутствует теплопотеря Поэтому тоже чувствуешь себя очень комфортно И это не мешает, не уменьшает сенситивность руки Когда мы четко, совершенно руку держим на спусковом крючке И выбираем тот самый важный момент истины Когда настает пора нанести выстрел по желаемому И искомому нами трофею Ласты Я люблю понырять Люблю понырять глубоко Потому что понырять глубоко, во-первых, это круто Во-вторых, это очень круто Поэтому, в общем-то, я стараюсь использовать все-таки ласты С эффективной карбоновой лопастью Которая имеет очень хорошую упругость И позволяет, в общем-то, практически без потерь Передавать усилия от ноги Преобразуя его в энергию упругих деформаций Передавать лопасти и, соответственно, создавать приличные такие реактивные усилия Способные выталкивать охотника вверх Там, ну, с очень больших глубин Проблема в том, что я нырял здесь Ну, как сказать, не скажу, что прям очень глубоко Там, ну, на 12 метрах я нырял Там стоит тьма кромешная И рыбы практически нет Потому что, в общем-то, это, наверное, какой-то скорее даже Леготрофный водоем Ну, то есть, пищи мало И рыба вся держится именно там, где пища есть Ну, то есть, где-то в верхних слоях воды На глубине рыбы практически нет Может быть, стоит какой-то налим И то он стоит там днем, когда отсыпается А когда он начинает кормиться И поднимается наверх уже ночь Ну, за ним тут невозможно охотиться Итак, я использую ласты Амер Стингрей Карбон 25-я жесткость Жесткость – это параметр такой Который, в общем-то, тоже каждый человек должен подбирать индивидуально под себя Всего жесткостей бывает 3 20, 25 и 30 Я использую среднюю Мой рост где-то 178 Вес 81 килограмм Наверное, можно было бы мне использовать даже и более легкую лопасть Чтобы не перегружать ахилл Ну, в общем-то, я как бы люблю ласту упереться Много тренируюсь и считаю, что моей атлетической подготовки мне хватает для того, чтобы работать в таких лопастях Вот, мой коллега Который, в общем-то, изначально был заточен все-таки на неглубокую охоту По хариусу, по гольцу, который ходит по параметр Использует ласты Амер Стингрей Обычные совершенно Но только в данном случае это камуфлированная версия Эта ласта имеет лопасть из низкомодульного полипропилена Достаточно тоже, в общем-то, упругого По пропилену можно сказать следующее В общем-то, ну, у этих ласт есть такие их основные характеристики Но, во-первых, полипропилен все-таки лучше, намного эффективнее, нежели чем резина Поэтому, как бы, любителям дайверских ласт, можно сказать, пока Потому что, в общем-то, все-таки резина, она очень большую часть энергии Которую мы передаем от ноги к лопасти Она все-таки тратит различные такие малоэффективные вещи Например, на межслоевое трение или даже на нагрев Ну, то есть резиновая лопасть при долгой работе Она имеет тенденцию нагреваться и перерабатывает кинетическую энергию в тепловую Вместо того, чтобы тратить ее, ну, все-таки, на реактивные какие-то усилия проталкивающие Что еще можно сказать по этому поводу? По поводу ласт, закончив разный спич О них, в общем-то, все эти ласты собраны на галошу Амирстенгрей Ну, что греха таить, это самая продаваемая в России галоша Из каких-то таких ее отличительных черт можно сказать следующее Ну, у нее колодка, которая идеально подходит на нашу славянскую ногу Ну, то есть эта колодка широкая, с высоким подъемом Удобно одевать ее на большую ногу, на толстый неопреновый носок И, помимо прочего, эта галоша, в общем-то, все-таки она собрана из такого компаунда Который в разных участках имеет разные уровни жесткости Ну, то есть стопа максимально жесткая Но чтобы не уходила энергия на непроизводительную деформацию галоши Вверх, который у нас приходит к подъему Он очень мягкий, эластичный такой Поэтому, в общем-то, при долгой охоте А все мы знаем, что в воде можно находиться и 4, и 5 часов Нога не получает обжима, потому что ласты сидит на ноге очень комфортно Маски-трубки Я взял с собой две маски, две трубки Ну, эта маска, наверное, она много кому известна Просто это новая модификация Это одна из самых популярных амеровских масок Называется Omer Alien Характеристики этой маски следующие, в общем-то Ну, эта маска тоже, она с очень хорошей обзорностью Которая является функцией площади остекления Как можно видеть, в общем-то, достаточно большие стекла За счет инновационного такого обчуратора Стекла располагаются очень близко к лицу Поэтому объем подмасочного пространства уменьшен Ну и, собственно говоря, почему эта маска оказалась здесь? Потому что эта маска подразумевает установку диаптрических стекол Как можно видеть, я ношу очки Поэтому я в эту масочку вставил все левое стекло минус 3,5 Правое минус 1,5 Потому что у меня астигматизм Ну и, в принципе, в ней охочусь Я в ней охочусь иногда в море Ну, на самом деле, под водой, как правило, мне хватает, в общем, достроты моего зрения Чтобы увидеть рыбу там на 10, на 20 и на 20 метров Понять, это интересная рыба или нет Диаптрические стекла у маски, с моей точки зрения, они нужны, скорее всего, для того Что, когда я выныриваю, мне надо, в общем-то, посмотреть по берегу Найти свою лодку и так далее, и так далее То есть она используется, ну, там, как обычные какие-то очки Ну и к ней такая тоже модная стильная трубка В общем-то, это маска Омер Эллен в цветах Black Moon И трубка Омер Зум Про в цветах Black Moon И то, в чем я, собственно говоря, охочусь здесь Это такая вот хитрая труба Спаросап Бриз И ветер такой есть, который состоит из трех видов материала Ну, то есть основная туба, она создана у нас из жесткого полимера Такого достаточно, который держит очень форму, хорошо стабилизирует трубку Загубник из гипоаллергенного силикона И верхняя часть, она сделана из мягкого очень полимера Это уменьшает вибрацию трубки на всплытие И если, когда вы заходите в какую-то узость Там, лезете под корягу Либо в море, заходите в грот В какой-то все-таки мягкой навершенной трубке На которой мы чаще всего касаемся Каких-то участков рельефа Там, природных или там, антропогенных каких-то Все-таки она меньше стучит, меньше-меньше пугает рыбу Вот эта маска, это прототип новой омерской маски Даже пока еще не очень понятно, как она будет называться Есть разные варианты Вот я давал ее попользоваться коллегам своим из города Тулы Они вернулись восхищенно Я размышляю, не назвать ли ее Тула Амер Тула, по-моему, хорошо звучит Вот, эта маска имеет конструкцию фреймлес Так называемая То есть, видим, у нее отсутствует пластиковая рамка В которую обычно монтируются стекла И которые крепятся к силиконовому обтиратору Здесь эта маска изготовлена методом инжекционного литья И стекло, вот этот иллюминатор Он полностью вставлен в силикон Минуя стадию пластиковой рамки За счет этого этой маске удается сочетать Великолепную совершенно обзорность Помним, да, то, что обзорность у нас является функцией площади остекления Обтиратор очень мягкий Может прижиматься к стеклу очень близко Поэтому мы максимально уменьшаем объем подмашинного пространства Ружья, ну, тащить с собой резиновые арбалеты нам не хотелось Во-первых, они длинные Перелет далекий Переплаты за перевес неистовые какие-то Поэтому мы решились обойтись такими ружьями Которые войдут в обычную охотничью сумку Размер обычной охотничьей сумки Ну, практически любой Такой, как Омер Мегадрай Или Омер Нью Техно Или там мы берем сумки каких-то там третьих производителей Он, как правило, колеблется между 90-й И там 94 сантиметра Редко, как редко, когда 95 Это сумка Омер Нью Техно Вот, и, в принципе, достаточно длинный пневмат Он в эту сумку прекрасно помещается И не надо тащить какой-то отдельный кофр Значит, по ружьям Вот такая вот есть палка Которая очень хорошо себя проявила Это пневматическое ружье Омер А-Ир Балет Длиной 8 сантиметров Ну, мы к нему тут сюда Запилили камеру Гопро Поэтому не обращайте внимания Представим себе, что ее тут нет Ну, и, соответственно, вановская катушка Ван-30 стоит Смысл этого ружья в чем? Смысл этого ружья в том, что он имеет, во-первых, ресивер Инновационные формы, полученные методом гидроформования Из цельно тянутой алюминиевой трубы Внутри этого ресивера ствол поднят вверх Имеем здесь длинную прицельную линию И, в общем-то, из этого ружья мы можем очень легко целиться Ну, используя метод так называемого интуитивного прицеливания Потому что большинство классических пневматов Ну, которые имеют круглые ресиверы Где ствол идет по центру ресиверы И где мы не видим линии прицеливания Они, в общем-то, всегда, во-первых, имеют эффект подброса Во-вторых, ты не видишь гарпуна Поэтому в голове надо иметь какой-то такой баллистический компьютер целый Для того, чтобы понять, как надо держать ружье Иногда пониже, иногда повыше Для того, чтобы попасть в эту рыбу свою вискомую У аэрбалета эта проблема отсутствует Это ружье можно назвать указкой Ты просто, как указкой, указал кончиком гарпуна на цель Нажал на курок, все, цель поразил Ну и опять-таки, что еще можно сказать Как мы видим, у аэрбалета присутствует абсолютно инновационная ручка Которая очень сильно поднята вверх относительно линии прицеливания Для чего это нужно В общем-то, ну, надо четко понимать, что когда вы наносите выстрел У вас гарпун летит вперед С достаточно большим ускорением И гарпун, в общем-то, ну, приличная масса, если ружье длинное И надо четко понимать, что примерно с таким же усилием ружье и полетит назад У классического пневмата у нас компоновка будет вот такая Ну, то есть ствол вверху, ручка вверху, триггер внизу Поэтому, когда мы стреляем, гарпун летит вперед, ружье летит назад И у нас вектор отдачи расположен сюда Поэтому ружья всегда будет подброс В данном же случае, когда мы ружье держим вот так, видим, да, у нас линия руки И линия основного импульса находится на одной линии, простите за тавтологию Поэтому подброса не будет, будет небольшая отдача Собственно говоря, вот такое ружье мы используем Ленек стоит до нима, не самая толстая, миллиметровая, даже не до иска Поэтому, как бы, ну, вполне нам ее хватает здесь По гарпуну, есть еще у него вот такая вот прилада То есть мы можем одеть на него специальное колечко Чтобы флажок не отходил в сторону Не вибрировал, не демаскировал охотника, не издавал какой-то шум Там иногда шум это плохо, иногда шум это хорошо Но в любом случае у человека появляется выбор Вот, и второе ружье Сейчас оно немножко у меня полуразобранное Потому что я буду ставить на него, наверное, катушку какую-то Я может не буду, я еще не решил Это пневмовакуумное ружье Sporosap One Air Ну, смысл этого ружья в том, что Если у обычного пневмата в стволе вода Ну, то есть мы когда заряжаем гарпун У нас в ствол попадает вода вместе с гарпуном Поэтому, когда мы стреляем, поршень, он толкает даже в воду Поэтому как бы растет отдача ружья Потому что мы выталкиваем достаточно большую массу воды И, во-вторых, немножко падает эффективность с этой точки зрения У пневмовакуумного ружья ситуация другая То есть у него здесь стоит вакуумная манжета и его ринг Мы когда вставляем гарпун, вода в ствол не попадает И в стволе у нас, соответственно, вакуум Поэтому при той же самой закачке у пневмовакуумного ружья Выстрел будет намного более эффективный Более резкий такой и значительно более тихий Ну, то есть если рыба осторожна и пуглива, это достаточно важно Ну, еще, наверное, надо сказать, что ружья Амер Аэрбалет из Парасапуанайр Имеют такую особенность, присущую только им Который нет ни у другого, ни у единого другого серийного пневмата Это нормальный боковой ленисбрасыватель Металлический же Ну, то есть нам не надо лень тащить куда-то вот сюда на пассивный ленисбрасыватель Который крепится у дешевых ружей под курок Поэтому у нас тут получается вот такая длинная намотка Лень аккуратненько кладется сбоку Давайте я вам покажу Вот, абсолютно он не мешает Ленисбрасыватель абсолютно надежен С очень высоким ресурсом и так далее Ну и, в общем-то, опять-таки здесь можно сказать, что То, что в силу такой вот компоновки рукояти У нас здесь стоит очень длинная шептала рычажная И при росте давления в ресивере Если мы решаем подзабить ресивер до 30 атмосфер И вдруг кому-то понадобится У нас не растет усилий на спусковом крючке Любой подводный охотник, который охотился с перекачанным пневматом Знает, насколько это важно Крючок должен быть максимально сенситивным Но не только крючок, весь спусковой механизм Потому что если усилий сильные Ты сжимаешь, сжимаешь, сжимаешь И когда у тебя идет срыв, у тебя, во-первых, проскакивает палец Идет дерготня вот эта У ружья всегда присутствует очень серьезный подброс Который очень отрицательно, но сказывается на точности боя Наконец-то мы дошли до впадения реки Ланга Где удалось повстречать несколько других рыб Вчера мы приехали глубоко ночью И сил никаких на съемку уже не было Озеро Накимикен – это вытянутое озеро Которое находится в горном массиве В которое впадают сеть ручьев и рек Которые представляют для нас главный интерес Потому что, как все мы знаем На озере, особенно на горном озере Просто рыбу искать в тихой воде Занятия практически бесперспективные Нас интересуют места, где есть динамика Где есть течение воды, где держится рыба Поэтому вчера наш гид и егерь Анатолий Предложил нам разведать устье реки Ланга Устье реки Ланга находится в одном из концов озера Накимикен База находится приблизительно посередине Хода до Ланги около 15 километров И мы неспешным ходом на двух лодках дошли туда, наверное, минут за 40 Приехав, мы выгрузились И Анатолий нам рассказал, что наша задача Исследовать большую глубокую яму и свал Которая выходит сразу же непосредственно в месте, где Ланга впадает в озеро И искать там следующую добычу Это гольцов, сегов, хариусов Ну и, в принципе, всех, кто может туда выплыть Что мы, в принципе, и сделали Я могу сказать, что самое сильное впечатление пока от нашей экспедиции Было у меня вчера именно там Пока ребята изучали центральный свал и большую яму Олег пошел нырять на глубину, чтобы посмотреть, кто живет на 10-12 метрах Я решил сместиться по свалу подальше И на меня вышло что-то такое, что сразу же у меня в голове не уместилось Сначала я подумал, что у меня выскакивает косяк белых рыб И когда эта штука приблизилась ко мне из сумрака, из мути Я понял, что это просто невероятного размера рыба Ну, понятно, что всегда в воде кажется объект больше Но я думаю, что это было что-то точно больше, чем 50 килограмм Вот, это, может быть, это был таймень Анатолий говорит, что и гигантские гольцы здесь такие встречаются Вот, и эта рыба вышла на меня для того, чтобы посмотреть, что приплыло на его территорию Очень редко развернулась и ушло обратно в муть Идей, конечно же, стрелять даже не возникло Была мысль о том, что вот еще буквально позавчера мы увидели хариусов по максимуму по полкило-кило И тут на тебя выходит совершенно невероятного размера история Это сразу же придало оптимизма И мы начали исследовать устье ланги и нырять Значит, что сразу стало понятно Гольцы живут где-то на свале и рядом со свалом Выскакивают стаями и одиночками на тебя И достаточно быстро скрываются То есть рыба, нельзя сказать, что она знает подводно-охотник Потому что мы из первой подводно-охотники Но явно, раз я увидел такую огромную добычу Как вот такой типа тайменья или огромного гольца Видимо, рыба понимает, что если плывет что-то огромное под водой Оно представляет опасность Поэтому никакого аквариума в первый час не происходило То есть рыба не подпускала на выстрел Мы пытались нырять по свалу Мы пытались заходить с верхней части свала По-разному Через час стало понятно приблизительно, как рыба распределяется по акватории Сиги, которые в среднем были от полкило, наверное, до полутора Они ходили стаями и ходили в мутничке В мелководной части, где ланга выпадает в озеро Там буквально полметра глубины, песчаное дно И вот там они носятся веселыми стаями И что-то такое кушают Вот поэтому охота на них — это тихое подкрадывание, где-то залежка В ожидании, когда стая сега на себя выйдет И прицельные выстрелы Хариусы носятся вместе с сегами, вместе с гольцами И, в общем, с хариусами мы уже познакомились позавчера С ними приблизительно такая же охота То есть где-то замереть на какой-то песчаной бровке Подождать Хариус приближается, ты стреляешь Конечно, нам интереснее всего было раскусить гольцов Первая тактика была, как на самом деле чисто морская охота Часто бывает, когда ты плывешь по верхушке стенки коралловой Или не коралловой, отвесной И ты с этого козырька пытаешься смотреть вниз Когда рыба из глубины начинает на тебя подходить И ты, условно говоря, делаешь засаду с козырька Или ныряешь вдоль свала И пытаешься где-то там в пол воды встретить рыбу В принципе, этим мы и пытались заниматься Первые, наверное, часа полтора Пытаться встретить гольца на каких-то встречных курсах Пытаться лежать на свале Пытаться смотреть на просвет, как на толстолобиках охотятся Но гольцов мы видели и хороших 2, 3, 4, 5 килограмм Но четко они держали дистанцию метра 4-5 С которой их точно было не поразить То есть, может быть, гарпун долетел бы Но точно не пробил бы насквозь Хотя в руках у нас были замечательные пушки У меня был и арбалет 80-й Я могу сказать, что я уже охочусь с ним второй день Это ружье меня в очень раз поразило Своей мощностью и прицельностью Поэтому ловлю себя на мысли, что, может быть, я как фанат арбалетов У меня, наверное, появится пневматическое оружие в коллекции Потому что по его эффективности Ну, наверное, сейчас мне предложили пострелять из арбалета Я бы все-таки оставил в руках арбалет 80 И здесь он показал себя просто великолепно Потому что нужно мало того, что попасть Нужно с большой дистанцией рыбу хорошо пробить Поэтому мы пытались стрелять из дальних дистанций Пытались обмануть гольца И только часа через три мы выбрали тактику Как все-таки можно его обхитрить Мы увидели, что по руслу Ланге, которая впадает в озеро Вода, которая течет в реке, она кристально чистая Я думаю, что прозрачность метров 20 Прямо голубого, приятного цвета вода И она впадает в озеро, где прозрачность уже метра 2-3-4 максимум И когда ты в эту трубу попадаешь У тебя весь горизонт перед тобой виден И несколько раз я замечал, что стая гольца Она выскакивает из озера И начинает по этому руслу подниматься вверх И где-то там начинает тусоваться Уже вот именно в прозрачной, быстрой и очень холодной Потому что в озере была плюс 10 вода А в Ланге, я думаю, плюс 4 Ледяная вода И первый Андрей Щукин раскусил эту стаю Он с камерой пробрался вверх по течению прозрачной воды И начал там выслеживать эту стаю И случайно совершенно я оказался в том же месте И стало понятно, что в лоб стаи не подпустят Поэтому я решил, что нужно подкрадываться по самому мельку Которая подходила к желобу, где тусуется голец И буквально на руках, на пальцах потихоньку-потихоньку подкрадываться Максимально близко к желобу, где они ходят Ну и дальше ждать, чтобы стая туда-сюда, когда она носится Наконец она подошла все-таки на расстояние выстрела И дальше добыть рыбу В стае были особи, наверное, от полутора килограмм Максимум вот до пяти Была одна шикарная рыба, самая большая В принципе, которую и хотелось добыть Поэтому сразу же мы не стреляли Потому что все-таки голец-то прекрасная, замечательная рыба Когда не хотелось стрелять много голца Хотелось добыть один хороший экземпляр И наконец возник момент, когда как раз этот крупный экземпляр Оказался в стае ближе ко мне Несколько грибков ластами, чтобы сократить дистанцию Рыба начала опять разворачиваться, уходить И удачный выстрел Наверное, метров с трех попал практически идеально То есть не совсем под жабры, но в среднюю линию практически под голову И это был уже финал нашей охоты В воде уже были пять часов И была, конечно, огромная радость Наконец мы взяли трофейного гольца Причем чаще всего спиннингисты словят гольцов 2-3 килограмма Поэтому 5 килограмм это уже хороший рекорд Ну, наверное, был бы еще лучше рекорд Если бы мы добыли на 50 килограмм этого супер гольца Но, может быть, этого реликтового замечательного гольца и не стоило трогать Тем более, если это был бы таймень, совсем не стоило бы его трогать Вчера впервые я увидел здесь щуку Она вела себя очень интересно, как барракуда То есть если щука в наших озерах, в центральной России Это засадчик, который сидит в траве и ждет То здесь одна щука просто на песчаном мельке В пол воды плавала и искала какую-то свою добычу А вторая стояла в пол воды на свале, подняв голову по диагонали вверх Ну и, видимо, ждала, когда какой-нибудь зазевавшийся хариус или сик Выйдет с мелька на глубину и тут она его съест Но щука, что интересно, казалось бы, это тоже хищник, который чувствует свою силу И часто может выйти навстречу охотнику Здесь она сразу же ушла, не дала даже возможности выстрелить И вообще такое складывается ощущение, что здесь рыба хорошо знакома с подобным охотником Хотя это не так То есть явно она знакома с крупными хищными рыбами Которые могут съесть трехкилограммовую щуку легко Поэтому здесь приходится выбирать тактику все-таки обмана рыбы Выбирать бровки, свалы, укрытия Залежка пока не помогает почему-то особенно То есть лежать где-то на дне или на глубине На глубине вообще ничего интересного Но вся охота реально происходит от полуметра, там метров до четырех, до пяти Ниже уже и темно, и ничего нету, но и рыбе там неинтересно Потому что все-таки здесь края северные И, конечно, рыба тоже пользуется этими короткими мгновениями Чтобы погреться, побыть в верхних слоях воды Поэтому наша идея, что нам придется глубоко нырять Она сразу же, в принципе, вчера уже стало понятно, что нет никакого смысла Мы изучили карту таких вот мест, где впадают реки Здесь 4-5 точек по озеру Поэтому, если вы попадаете в эти края То вот где-то на пять дней у вас есть отличная программа Каждый день у вас новая речка, новая рыба, новые условия И что интересно здесь, конечно, это то, что здесь вся рыба в движении Здесь нету типа судака или сама какой-то оседлой рыбы Которую там нырнул, увидел, застрелил Здесь всю рыбу нужно бить с дистанцией и бить с упреждением Поэтому особенный кайф, когда ты можешь на пресняке Использовать и длинное оружие, и длинную стрельбу Вот, поэтому я бы вообще сказал, что вот здесь такая пресноводная охота с морским уклоном А ребятам, которые хорошо умеют охотиться на море, я думаю, здесь будет очень интересно Вот здесь можно, наверное, и длинный арбалет взять Какой-нибудь метр, метр десять Чтобы совсем издалека стрелять, там, по уходящему какому-нибудь там Хариусу, Сигу Снаряжение у всех работает отлично Совсем угадали, семерки хватает Потому что вода, как я уже говорил, плюс десять в озере и плюс четыре, плюс пять в реках и ручьях Заходишь в реку или в ручей, поплавал минут там пятнадцать-двадцать Стало холодно, отплыл там где потеплее Опять отогрелся, опять подплыл Вчера у нас сломалась лодка, обратно шли полтора часа Приплыли уже, совсем была ночь По московскому времени это было десять, по местному это было два часа ночи Хорошо, что здесь еще полярный день практически стоит, поэтому ночь здесь не глухая, а такая сумерки Пол первого ночи Вот полчаса, чтобы снят гидрачи И самое увлекательное под названием Надо почистить рыбу Сегодня в нашу столовую на рыбный день завезли Следующую рыбу Маленький Сиг Одна штука Побольше Сиг Я убил Вторая штука Два гольца Голец Ван О, блин Второй гольц, молодец Интересно, сколько он весит Сколько у нас весит Добытый Сегодня Нами Трофейный гольц Четыре килограмма 930 грамм Мясо Желтое Потому что питается медом рыбы. Пожалуй, самые привлекательные и загадочные рыбы, живущие на плато Путорана, это гольцы. Род арктических гольцов, без преувеличения, можно назвать одним из самых трудных для систематики. Во всем мире нет согласия в том, сколько же в этом роду насчитывается видов. В водоемах и водотоках плато Путорана живет как минимум пять видов и форм гольцов. Среди них выделяется голец Дрягина, один из самых крупных гольцов, обитающих у нас в стране, достигающий веса 16 килограмм, с массивным телом, большой головой и огромной пастью. От остальных видов гольцов он отличается исключительно высоким телом, высоким и коротким хвостовым стеблем. Среднего и крупного размера голец Дрягина имеет большой рот, коническую или закругленную голову и высокое тело. Верхняя челюсть, нависающая над нижней, широкая, серповидно изогнутая, обычно далеко заходит за задний край глаза. Внешне он больше напоминает тихоокеанских лососей, идущих на нерест, нежели своих прогонистых собратьев гольцов. В брачном наряде окраска гольца становится еще более яркой. У самца на конце нижней челюсти появляется небольшой выступ, что делает его еще более похожим на нерестящихся тихоокеанских лососей. На плато Путорана встречаются как озерно-речные, так и чисто озерные формы гольца Дрягина. Но в основном преобладают озерно-речные популяции. По характеру питания – галец эврифак, то есть всеядный. Он может охотиться на рыбу, бурозубок, потреблять воздушных и водных насекомых и гомарусов. В условиях малокормных водоемов, к которым в основном относятся озера плато Путорана, привередничать в выборе пищи особо не приходится. Если в озере обитают разные виды сегов, то гольцы будут пасти эти стаи, совершая нагульные миграции вместе с ними. Они могут жить как на глубине, так и у самого берега, в зависимости от перемещения сеговых рыб. Перед нерестом галец Дрягина собирается в стаи около речек. Обычно это происходит в августе или сентябре. Стаю гольцов, готовых подняться в реку на нерест, часто сопровождают хариусы. Они ждут момента нереста, чтобы поживиться икрой гольца. Конечно, самцы будут защищать свое потомство, но какую-то часть икрина к течениям обязательно вынесет из гнезда. Собственно, этого хариусы и ждут. Отнерестившись, гольцы могут уйти обратно в озеро, но если в реке есть глубокие ямы до 5-7 метров, могут остаться на зимовку в реке. Икра у гольцов очень крупная, а плодовитость невысокая, всего несколько тысяч икринок. При этом инкубационный период продолжается почти полгода. На нерест рыбы идут не каждый год, они могут пропустить несколько лет. Из-за этого данный вид очень уязвим и медленно восстанавливается. Голец Дрягина является эндемиком озер плато Путорана. Часто в стае вместе с хариусом ходят и другие рыбы из отряда лососеобразных. Обычно это разные виды сегов, в том числе и сиквалек. Это довольно близкий родственник сеговых рыб, широко распространенных на севере Евразии. Но его родные братья живут в Северной Америке. Там сегов-вальков насчитывается 6 видов, тогда как у нас обитает всего один вид. Он довольно широко распространен в реках и озерах Сибири, но при этом обычно малочисленен. Тело валька округлое, в поперечном сечении вальковатое, за что и получил свое название. Как все лососеобразные, имеет жировой плавник. Окраска типичная для сеговых рыб. Темно-серая или коричневая спина, бока и брюха серебристые. Обычно сегвалек заселяет преимущественно горные реки с каменистым и песчано-галечным дном. Но на плато Патарана он часто обитает в озерах, правда придерживается мест падения ручьев и речек. Здесь он ищет себе пропитание. Рацион питания сега-валька и сибирского хариуса схож, поэтому порой они держатся вместе. Разве что в меню у сега-валька донных организмов все же больше, чем у хариуса. Половой зрелости достигает на четвертом-пятом году жизни, дорастая при этом до 400 грамм. Нерест происходит в октябре, на верхних участках рек, на каменистогалечных грунтах. Икра у валька самая крупная из всех сеговых рыб. Только в апреле из икринок появляются личинки. Темп роста валька невысокий. В пятилетнем возрасте он имеет длину тела 33 сантиметра и массу 400 грамм. Отдельные особи могут достигать 40 сантиметров и массу более 1 килограмма. Предельный возраст жизни сега-валька – 12 лет. У нас очень сложный климатический день выдался. Дует мощнейший ветер, льет дождь. Поэтому у нас есть уникальная возможность просто посидеть и поболтать с вами во всем том, что мы видим вокруг. Чтобы начать издалека, я еще раз хочу сказать, что мы находимся на плате Путорана, озера Некомикен. Чем уникальна плата Путорана и почему все рыболовы, не только нашей страны, но и всей земли, стараются сюда попасть? Потому что это удивительный участок земли, когда среди тундр северных неожиданно почему-то возвышается горная плата, на котором утекут реки, озера, где живет удивительная рыба. Попасть сюда крайне сложно, потому что эти горные реки не всегда проходимы для лодок. Летают сюда либо на вертолетах, либо в последнее время стали распространяться так называемые аэролодки или сюда на воздушных подушках. Как стоит догадаться, все это все равно сложно и, к сожалению, не дешево. Потому что, видимо, поэтому и остался нетронутый мир плата Путорана, потому что фиг сюда доберешься. И поэтому эта поездка была запланирована достаточно давно. Мы несколько лет обсуждали, искали партнеров, которые могли бы нам помочь сделать сюда поездку. И на одной из московских выставок мы договорились с рыболовным клубом РУС. И параллельно с замечательными ребятами, у которых есть своя микробаза на озере Некомикен. Сайт называется озеро-путорана.ру. Это маленькая заимка, скажем так, охотников, где вы в тепле можете находиться, а не в палатках на этих озерах. Полетев в Норильск, 4,5 часа лету, еще 6-8 часов на аэролодке, мы добирались сюда для того, чтобы заняться здесь подводной охотой. Этот проект мы делаем совместно с брендами Омероспоросап. И начали мы этот путь достаточно давно. Мы решили, что мы каждый год будем находить какой-то неожиданный маршрут, новый, удивительные акватории, удивительные места, где журнал «Мир подобной охоты» вместе с брендами Омероспоросап будет делать красивый большой фильм. Для того, чтобы люди могли увидеть что-то новое для себя и попытаться по нашим стопам попасть сюда и поплавать. Поэтому вот в позапрошлом году это был «Балхаш» или в прошлом году? В прошлом году. Да, в прошлом году это был «Балхаш». Была замечательная экспедиция. Фильм запомнился людям, и люди увидели его и на телеканалах, и на наших дисках, и в ютюбе. Окрыленный этим успехом, мы решили, что каждый год мы должны делать что-то еще более удивительное, поэтому в этом году это «Плата Путорана». Мы ожидали здесь столкнуться вот с этой вот удивительной северной природой, чем мы и столкнулись. Она оказалась в чем-то более даже суровой, чем мы ожидали. Потому что, видите, валит пар изо рта, льет дождь, прохладная погода, но все равно все нравится. Регион действительно очень интересный. Мы вот, в общем-то, решили мы здесь побывать. Нам, как бренду Амерс Парасап. Брендам Амерс Парасап это близко, потому что, в общем-то, мы производим и дистрибутируем все-таки инновационное снаряжение, которое нужно и может быть востребовано подводными охотниками, которые все-таки хотели бы развиваться, хотели бы узнавать что-то новое, и для которых подводная охота, и, повторюсь, это не есть там какая-то добыча биоресурсов, а подводная охота – это всегда некий акт познания. Ну, собственно говоря, поэтому мы и стараемся поддерживать, можно даже назвать, скорее всего, это экспедиционная деятельность такая, какие-то удаленные точки, которые могут в силу уникального сочетания природных и прочих условий предоставлять охотникам возможность здорово и круто понырять, поискать рыбу, поискать впечатление, что-то такое. Ну и, собственно говоря, очень благодарны за это господину Здановскому, который сидит справа от меня, который является таким вот дата-центром и заводилой всех этих проектов. Спасибо, дружище. Тебе, Олег, спасибо. Да ладно, все, обращайтесь. Я хочу, кстати говоря, сделать здесь важную ремарку о том, как мы готовили эту экспедицию, так как кроме непосредственного снаряжения, ласты, маски, ружья, с нами ехал великий и замечательный подводный оператор Андрей Щукин, у которого снаряжение еще в 5 раз больше, чем у нас, подводный бокс, или то есть 6. И мы на самом деле брали тоже дублирующее снаряжение, потому что если вы попали сюда и неожиданно у вас что-то сломалось, например, ласта сломалась, ближайший магазин – это, ну, вот два дня пути. Вот, поэтому можно забыть дальше об охоте. Поэтому часть мы отправили с помощью авиаперевозчика, который доставляет груз с большой земли в Норильск. За две недели мы отправили груз, который приехал. А вторая большая проблема – то, что в Норильске до сих пор нет ни одного дайв-клуба. Мы хотели где-то взять в аренду грузовые пояса, свинец, и в итоге это оказалось очень сложной проблемой. Наши друзья из встречающей стороны базы на озере Накимикен, они в итоге вылили сами нам свинцовые груза. Часть они нашли дайверских немного. В итоге решили, что даже лучше будет просто скотчем примотать их к резиновым поясам. То есть вы должны понимать, что вы, если оказываетесь здесь, это не как там Дельта Волги. Здесь полная автономность. Вы должны продумать, как сюда завести снаряжение, сколько оно может весить, в чем вы будете нырять, откуда вы возьмете грузовые пояса, как вы сюда все это доставите, и, соответственно, продублировать обязательно какое-то снаряжение. То есть обязательно взять с собой неопределенный клей, если порвались костюмы, взять с собой маска-трубка, которая может соскочить неожиданно в воду с лодки. Соответственно, перчатки, носки можно не брать запасные. Например, у меня две пары ласт, у Олега две пары ласт. Мы взяли с собой несколько наборов масок-трубок, поэтому, ну, и, соответственно, оружие у нас тоже с избытком. Поездка далекая, сложная, дорогая, поэтому всегда нужно понимать, что это вот уже не такой необычный легкий трупоход, это уже такая достаточно серьезная экспедиция. Ну и плюс еще по снаряжению надо четко как бы понимать, что каждое снаряжение, оно больше годится к своим условиям, там мелко ты плаваешь, глубоко ты ныряешь, плюс еще к погодным условиям. А здесь, как, наверное, не знаю, можно это понять по фильму или нет, пока мы даем это интервью, погода изменилась раза три, наверное. Поэтому здесь можно сказать так, что там, если не нравится погода, подожди пять минут, она станет либо еще хуже, либо лучше, но гарантированно изменится. Поэтому, конечно же, надо все-таки дублироваться. Там, если можно обойтись с точки зрения гидрокостюмов, там, одними штанами, то курток-то лучше две, одну потолще, одну потоньше. Ну и плюс какие-то, опять-таки, грузовые системы, которые позволят, там, достаточно быстро, не совершая сложных каких-то действий, все-таки варьировать то количество груза, которое вам необходимо. Ну, то есть разгрузочные жилеты какие-то с браслевыми ремнями, еще что-то, еще что-то. Ну, в общем-то, нетривиальный достаточно процесс охоты здесь. И подходить к нему надо очень вдумчиво. Потому что нет ничего проще, заплатив кучу денег и приехав в черте куда, выяснить, что вдруг у тебя не хватает какой-то, на первый взгляд, там, незначительной части снаряжения, и вся твоя поездка дорогостоящая, она пойдет прахом просто-напросто, потому что ты оказался не готов. Надо быть готовым, надо все время все дублировать и так далее. Ну, то есть пакет снаряжения должен быть очень, очень таким продуманным, к сожалению. Научить этому практически, наверное, невозможно. Просто каждый человек должен это пережить эмпирически, там, на своем опыте. Но опять-таки советы наши кому-то пригодятся, наверное, все-таки, надеюсь на это. Здесь, чем интересна охота, тем, что это не охота по вялым мишеням, типа судак-сом, которые забились в корягу, там, нырнул, убил, достал. А вся рыба в движении. Вся рыба в движении, она либо на ближней дистанции, либо на дальней, скорее на дальней, чем на ближней. Это, я говорю, почему? Охотники, которые привыкли к такой спокойной, камышовой охоте, когда подкрался, там, какой-то там щуки убил ее в борт, походите в бассейн и просто немножко постреляйте. Вот, или просто пострелять у себя в речке, чтобы понять, вообще, насколько вы умеете быстро и точно стрелять. Потому что... То, к чему вы привыкли в вашей обычной жизни, здесь вы можете быть удивлены. То, что, оказывается, не так-то просто попасть в такую вытянутую рыбку, типа Хариус или Сига, которая может быть длинная, но она очень невысокая. Вот, поэтому, чтобы здесь не тратить время на пристрелку, пристреляйтесь заранее. Здесь вам понадобится уметь быстро и точно, и далеко стрелять. Рыбу все-таки надо стараться бить ближе к голове. Да, точно. Да, потому что рыба очень мягкая, пластает себя, сходит, использует какие-то трезубцы. Я здесь смысла особого не вижу. Трезубцы будут просто прорывать. Да, потому что он будет рыбу рубить на куски, это как-то оно и неблагородное, и неприличное. Плюс я напомню, что расстояние ведется все-таки на приличных расстояниях, там, 2,5, метра 3, а то и 4. Трезубец, он просто не летит на такое расстояние. Рыба успеет среагировать и уйти, потому что рыба очень подвижная. Очень-очень подвижная. Поэтому традиционный гарпун, наконечник пуля, либо просто гавайка. Гарпун целиковый с одним флажком. Такой гарпун летит далеко, летит очень прицельно, но если ты плохо попал рыбе куда-то, там, в район брюха и так далее, то она имеет тенденцию сходить. Рыбу надо бить максимально близко к голове. То есть это требует особого какого-то навыка выцеливания, навыка быстрой стрельбы. Ну и опять же, хотелось бы напомнить, что все-таки лучше здесь использовать ружья мощные, но маневренные. Поэтому все-таки наш выбор, несмотря на всю мою приверженность именно к арбалетам, к ружьям резинового боя, все-таки сюда мы осмысленно, я напомню, взяли инновационные пневматические ружья. Это такие, как Омер Аэрбалет, Парасав Ланайр. Это ружья целкие, это ружья очень маневренные, бьерткие, и вместе с тем обладающие там очень мощным и резким боем. Я могу сказать, что вот из этого конкретно, Омер Аэрбалета 80, вот позавчера я взял 7-8 хариусов, все эти хариусы были застрелены четко под голову. То есть ни одного хариуса в мясе поровного не было. Были промахи, там, несколько штук, но практически 80% выстрелов, они, гарпун ложился четко в точку, куда я целился. Еще раз говорю, что я тоже фанат арбалетов, но я все больше и больше думаю, что, наверное, это костность сознания, и нужно все-таки в каких-то случаях выбирать варианты таких вот хороших пневматов. Дорогие друзья, меня зовут Наталья Муштакова, я представляю рыболовный клуб РУС и базу Мир Водного Драйва. Вы только что посмотрели фильм о плато Путорана, о подводном мире и о замечательных озерах этого удивительного края. Много рыбаков долгие годы ездят на плато Путорана, на рыбалку сплавляются. Все эти фильмы вы можете посмотреть в интернете у многих компаний, но благодаря журналу Мир Подводной Охоты состоялась экспедиция, которая позволила вам увидеть эти замечательные кадры с огромными рыбами. Если, посмотрев этот фильм, вы решили отправиться в прекрасный мир плато Путорана, звоните обязательно заранее, потому что в эти заповедные места могут приехать очень немногие. Сезон короткий, и к тому же для оформления пропусков требуется достаточно долгое время. Благодаря команде журнала Мир Подводной Охоты мы поняли, что организовать дайвинг и подводную охоту достаточно сложное дело. Но мы обязательно вам поможем и с грузами, и с заброской груза на нашу базу, и практически решим все ваши вопросы. Ничего нереального нету. Приезжайте обязательно, и будьте первооткрывателями этого удивительного подводного мира озер плато Путорана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!